Добрый день, друзья, не другие. Вдогонку к вчерашнему видео про рейтинг доверия нашим музыкантам хочу оставить фрагмент моего разговора с Львом Лещенко. Он тоже вошел в этот рейтинг, не в первую десятку, но в первой двадцатке он есть. Почему вот этот отрывок именно я ставлю? Потому что там он говорит о браках, о традиции нашей богемки сочетаться вот такими неравными браками. Ну, то есть вот про альянсы он говорит, там, Надежды Бабкиной. Не упоминая имен, это, хочу проговорить, было задолго до недавних вот этих вот экзерсисов Григория Лепса, который зароманился с 18-летней студенткой МГИМО. То есть это точно он не имел в виду конкретно Григория Лепса. Мне-то, естественно, в голову пришла Алла Борисовна Пугачева, о чем я и спросил, и со смехом мой собеседник сказал, что там, святое не будем трогать. Я, честно говоря, когда записывал эту беседу в гостях у пары Лещенко, не знал, что Пугачева строила козни в отношении Льва в свое время. И только позднее, когда мне попалось интервью иностранного агента Дмитрия Гордона с Альбовом Лещенко, я этот эпизод для себя открыл. Оставлю здесь просто оба фрагмента для ознакомления. В последние много лет на советской, затем на российской эстраде существует клан Аллы Борисовны Пугачевой. Плохо это или хорошо для эстрады? И какие у вас в связи с этим личные впечатления? Потому что я знаю, что Алла Борисовна не допускала вас как-то на запись программы «Песня года». И у вас были обиды в связи с этим. Алла Борисовна не могла меня допустить или не допустить, потому что выбор всегда делал я. И тот случай, когда она делала эту программу «Песня года», понимаете, я отношусь к этому философски. Во-первых, это не есть программа «Песня года» в том формате... В котором была в советское время. Это была частная лавочка, которую за собой закрепил авторство Игорь Яковлевич Крутой. Очень хороший композитор, прелестный организатор, мой товарищ, мой друг. Но для нового формата нужен был, конечно, какой-то легкий скандальчик и прочее. Поэтому Алла стала музой этого фестиваля. Алла все время балансирует на грани позитив-негатив и прочее. Негатив всегда побеждает. Что там говорить? И это частная программа, где Игорь выступает автором, а Алла – наемный человек, который ведет эту программу. И как муза фестиваля она может делать какие-то коррективы. Вас эта муза не раздражает? – Вы знаете, я второй раз говорю слово «толерантный человек». Абсолютно каждый проживает свою жизнь. Понимаете? Я самодостаточный человек. Она мне ничего плохого не сделала. А я ей сделал очень много хорошего. Потому что я ездил с ней на Золотой Орфей, где я был гостем. Она выступала конкурсантом. – Вы же пели с ней когда-то? – И я опекал ее. Я ездил с ней в Сопот, когда я был гостем фестиваля уже лаурятом. Она ездила всем угод короля. Опекал ее. И мы были друзьями. Много. У меня был первый дуэт с Аллой. У меня был «Я вас люблю», а уже давно вы не знаете. Я с Аллой… – Она еще неизвестна была в то время. Вы уже были известны? – Ну да, да, да. Алла говорила всегда, что я как бы… – Ой, ты мне как талисман. – Говорила. – Вот ты появился там, я… – Поэтому я считаю, что она проживает свою жизнь. Как она считает, так она пусть и считает. Другое дело, что если она публично меня, скажем, говорит… Это же в интернете появилось, что Алла Борисовна вычеркнула того, 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 того. Она не может вычеркнуть нас, потому что у нас есть своя жизнь. У меня, у Йосифа Кобзона, у Муслима Магомаева, у многих, у многих, кто не… Я буду делать завтра программу свою авторскую какую-то. Я не приглашу, скажем, Аллу и кого-то из ее сподвижников. Это не значит, что я их вычеркнул. Это ее, а это… Поэтому так философски к этому и надо относиться. Причем в том году меня предлагали, но я сказал, мне это неинтересно, эту песню я не хочу петь. И вот и все. Когда она появлялась в обществе сначала с Киркоровым, сейчас с Галкиным, вас, человека старой формации, профессионала, это не коробит? Ну, вы знаете, ну почему, я вот так думаю, почему мужчины сейчас вообще такая тенденция, седина в голову без ребра. А почему женщина не может быть? Вы видите, сколько мужчин, взрослых, оставляют своих жен, женятся на молодых вообще, проживают другую жизнь, не свою. Понимаете, Алла, но ей нужно, если мужику нужна муза, то женщине… Муз. Муз. Ну, для нее муз, для нее музом был там Кузьмин в свое время, для нее музом был… Филипп. Филипп Киркоров. До Филиппа там еще был… Челобанов. Челобанов. Понимаете, ну что, ну у нее, я не думаю, что это замешано, сейчас, так сказать, Максим Галкин фигурирует, так сказать, да. Я не думаю, что это замешано на каком-то, так сказать, на каком-то сексе там, да, на… Я, скорее всего, думаю, что это какой-то душевный такой и эмоциональный альянс художников, которые друг за друга, так сказать, да, держатся для того, чтобы… Подпитывают друг друга, и я не ханжа, и поэтому мне это непонятно, но если ей нравится, понимаешь, ну почему нет, ради бога. Проходит день. Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие снимки для семейного альбома «Льва Лещенко». Это я не знаю, что такое-то где. Неожиданное признание народного артиста… Я был многоженцем. И его жены. У Львы есть Андрей Гайдель, нет. А, это мой директор, да, у него… Который меня соблазнил. А я вообще нет. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Честные ответы на все острые вопросы. Вы не ревнуете вообще Лещенко к Квинокуру? А еще у Льва Лещенко скоро день рождения. Вы уже знаете, что подарите 1 февраля? Мы догадываемся. Вот так. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом Ирины Павловны и Льва Валерьяновича Лещенко. Напиши мне письмо, хоть две срочки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви, просто дать для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Ирина Павловна, вы сразу стали Лещенко, когда расписались? Вы взяли фамилию, да? Да, у меня как-то были сомнения. Были все-таки? Потому что я все-таки 24 года жила со своей фамилией, я к ней очень привыкла. Но потом я поняла, что как бы… Это безусловность, да, такая, да? Но ненадолго, ты думала, поэтому ты, наверное, и не… Ненадолго сразу стала Ирина Павловна Лещенко. Все-таки рассчитывала на долгий срок. Вообще, как женщина рассчитает, так и будет обычно. У них все, все у них в этом смысле правильно. Да, я можно гордиться, что мы с Ирой познакомились аж в 76-м году. Но эту историю я много раз рассказывал. Это произошло в Сочи, да, все там. Кто-то приплел уже, знаете, Вечество… Ну, там разные есть версии. Да, да. Есть разные версии. Кто-то, говорю, в лифте познакомился, в ресторане, кто-то на пляже. А кто, говорю, что администратор Валерия Абадзинского? Ну, да, точно, точно, да. А, все-таки вот эта версия, да? Это был Фима по фамилии, такая странная фамилия у него была, Зуперман. Встретил меня где-то в кориторе, говорю, слушай, познакомился с двумя очаровательными девочками. Я говорю, вечером пойдем, а у меня закончились концерты, я остался на 3-4 дня. Я говорю, ну, давай, ну что, пойдем, все. И вдруг захожу в лифт, стоят две девушки, а вот эти девушки как раз. Я говорю, ну, прекрасно, теперь мы уже знакомы, теперь я уже визуально представляю, что это такое. Ну, а вечером уже сели за стол там и уже познакомились. И так очень… Ирина как-то так… Нет, вторая девушка мне сказала совершенно иначе. Говорит, встретила своего знакомого, нас пригласили вечером по обедности или что-то такое. Она тебя обманула? Да? Она тебя заманивала в сети. Ну, понятно. Плэй-боевские. Да, плэй-боевские сети. Хотя они и раньше меня видели, и Ира очень интересно об этом рассказывает. Что такое история, да? Это в основном легенды, которые… Вот сейчас эта легенда уже обросла какими невероятными, там, я не знаю… Деталями? Деталями, да? Ну, там были важные моменты в этой легенде. Потому что я так понимаю, что вы не знали, что это кумир девичьей вообще всего Советского Союза. Если бы я даже знала, что это кумир, на меня бы это не произвело неисгладимое впечатление. Почему? Не знаю, как-то я спокойно кумира была. Она кумира была спокойна. Она занималась наукой. Я до сих пор спокойна. У нее очень такая консервативная немножко семья была. Мама педагога института Стали и Сплавов. Представляете, металловедение, таблица Менделеева. А папа у нее был советником правительства, работал… Тогда был пример такой Тихонов, помните? Значит, да, вот. Это времена Косыгина. Вот. И, в общем, они, они, очевидно, держали ее в строгости. А потом она уехала в Будапешт учиться, а там, а там телевизора не было в общежитии. Да он, если даже был в те годы, отсюда ничего не транслировалось. Мы-то оттуда-то получали информацию в таком завуалированном… Ярочка, а если бы ты был Сличенко, Николай, то я бы тебя узнала. Потому что ты был… А потому что он стартовал раньше, нет? Нет, он раньше стартовал. Ну, а Кабнула, ты его узнала? Да, я его с ним уже узнала. Я его сюда раньше стартовал. А у мужика как вашего складывались отношения с тещей и с тестем сразу? По-моему, отличные. Отличные, да. Они его приняли с любовью. Как мама твоя вообще, расскажи, как она меня встретила? Ну, по-моему, мы с распространенными объятиями. Это забавная история. Я приваснирую, мы больше общались с ней, да, но она ночевала все время дома, да. Я снимал квартиру у своего приятеля там, вот, около сада Эрмитаж, там, и все. И мы… Лешка, моей маме нравились все мои поклонники. Я должна тебя расположить. Это пять. Да это он был еще один, который так хотел, чтобы я вышла замуж. Ну, я ей отказала. Мне же было забавно. Я тогда привозил, я видел так, ну, периферическим зрением, я видел, что мама там из-за навески выглядывает. Что за тип там? Ну, короче говоря, да, забавная история была такая. Но Ира каждый вечер должна была вернуться домой. И вы возили? Я возил ее каждый вечер. Потом в одинокую… Мы каждый день с ней виделись, когда она шла на концерт или ездила куда-то со мной на гастроли. Но вечером она обязана была до 12 ночи прийти домой и отчитаться. Я поняла, почему ты так скоро женился. Не выдержал такого графика, да? Ну, туда-сюда ездить-то, конечно, потом возвращаться. Ну, в общем, да, потому что я… А смысл? Я это и говорил тебе все время. Я говорю, сколько можно возить тебя? Ненадежная, ты, как лед весной, видишь, я в глазах твоих тону. Почему все шутишь ты со мной? Почему люблю тебя одну? Вы, допустим, помните свою первую школьную там влюбленность? Этот мальчик был похож на вашего мужа или нет? То есть у вас есть какой-то типаж? Нет, нету. У меня, мне кажется, это связано с внутренним состоянием. Она любила черных с усами. Я все шучу. Ну, в общем, да, блин, это мне больше нравится. Блин, это больше, а мне тоже. Нет, стандарты, они меняются, в общем. Когда был молодой, нравились даже пожилые какие-то девушки там, допустим. Но пожилые – это сколько? 40? Ну, не 40. Когда молодой, это уже 40. Ну, где-то в 14, в 15, в 16 смогли нравиться там 20 и 20. Прошла старуша, 45 лет. А с водорослом все моложе и моложе. Сейчас вообще, так сказать, есть такой стальный перекос в этом смысле, потому что сейчас очень много браков, таких, ну, будем говорить, неестественного такого звучания. А что для тебя неестественного звучания? Да, когда молодой, пожилой, пожилой. Ну, так, пугачь, пугачь, пугачь. Нет, святой не трогает святой. А что для тебя неестественное звучание? Святой не трогает. Послушай, дай вмешаться. Что для тебя неестественное звучание? Скажем, это девушка с улицы и какой-то известный человек, да, и разница у них 35-40 лет, это, я считаю, это неестественно очень. Это тиран? Но это, как ни странно, почти стиль уже нашей жизни. То, чего...